День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди. Случайные встречи. Неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод. И время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем еще раз здравствуйте. Начинается программа «Встретились, поговорили». Мы, в общем-то, встречаемся сейчас, скажу, не так далеко, собственно, от нашей радиостанции. Расположен выставочный зал «Вернисаж», где можно увидеть картины, представленные, вообще произведение искусства, представленные на уже седьмой по счету международной ярмарке «Рига Артфейр-2001». И вот сейчас с нами на связи как раз-таки, можно сказать, вдохновитель, организатор, продюсер всего этого мероприятия Галина Максимова. Здравствуйте. Добрый день, Галина. Только вас не слышно. К сожалению, надо что-то... Совсем не слышно. Вот сейчас слышно. Вот сейчас мы услышали, да. И вот у нас буквально получается такой прямой мост с вернисажем, где вот идет полным ходом. До 16-го еще числа будет проходить седьмая ярмарка, международная ярмарка. Насколько... Вот, конечно, понятно, что в условиях пандемии сложности возникают, но тем не менее вот 40, я понимаю, художников и огромное количество галереи со всего мира принимали участие вот в этой ярмарке. Может быть, несколько слов вообще о том, что сейчас происходит, с какими трудностями пришлось преодолевать, какие трудности для открытия вот этой ярмарки. Спасибо. Ну, на самом деле, в вернисаже последний раз был примерно 20 лет назад. И проходя мимо этого прекрасного места, я подумала, как бы это было здорово еще раз сделать выставку в таком месте, как само название которого как бы располагает к тому, чтобы что-то здесь показать. И мы очень быстро подготовили эту выставку. Конечно, многие из наших иностранных друзей сами не могли приехать, но они прислали свои работы. И в данный момент, я считаю, вот на сегодняшней выставке наша находка, это наши друзья из Грузии, очень известные художники, и Мамука Цхитсладзе и Леашвелидзе, наш друг Фур Карлсон из Исландии, наши друзья группы «Дадим», которые живут в Черногории. И, ну, можно я немножко, как бы, отвечу не совсем на ваш вопрос? Конечно. Меня многие спрашивают, а почему вообще нужно прийти на Арт-Ригу, почему нужно прийти на эту выставку, и что мы там увидим? Ну, кроме работ современных художников, которые были сделаны за последний пандемийный год, можно будет увидеть работы из частных коллекций классиков латвийского искусства, можно будет увидеть работу 20-х годов Густава Клуцеса, можно будет увидеть новую работу Норманды Брасленьша, можно будет увидеть реплики на скульптуры Марты Скулмы молодого художника Артура Демитерса. И почему нужно вообще приходить на выставки? Мой ответ такой, чтобы понять себя, чтобы научиться созерцать и через чужие работы, через чужое творчество, через чужие ощущения понять то, что творится у нас в голове. Я, насколько понимаю, это возможность не только посмотреть, но и приобрести эти работы. То есть в этом еще такое отличие? Да, конечно. Не все, но почти все можно купить. И цены, на самом деле, очень разные. И можно найти для себя и для души, и для интерьера, и для подарка любые работы. Насколько вот все-таки было сложно собрать? Я понимаю, что раньше, конечно, художники приезжали, и это было еще и какое-то такое вавилонское столпотворение художников, каждый художник рассказывал о своих картинах. Сейчас это стало немножко сложнее, но вот насколько сейчас все-таки удается кого-то привезти, с кем-то пообщаться? Насколько для художников важен этот контакт с кураторами выставок? Ну, безусловно, важен. И в этом году к нам смогли хотя бы приехать художники из ближних стран. Из Эстонии Максим Симченко со своими замечательными аппликациями, новыми работами. И эстонский художник Эдуард Зенчик. И у Эдуарда сейчас в Риге идет еще одна выставка в музее МЛВ, но мы показали другие его работы. Там он показывает живопись, а у нас его интереснейшая, я не знаю, как это даже назвать, но такая мульти-макс, мульти-искусство, смесь фотографий и чего-то такого. Но очень интересная авторская техника. Вернисаж – это самый центр города. Почему вы сказали, что это было интересно, само название Вернисаж отсылало все-таки к искусству? Этим было продиктовано или тем, что доступность, в принципе, для людей, которые через центр постоянно проезжают, двигаются? Да, это была одна из причин. Потому что мы много, 6 лет мы сделали эту выставку в Железнодорожном музее, и мы очень любим этот музей. Но хотелось именно поиграть, во-первых, поиграть с этим пространством, посмотреть, как, допустим, те же самые работы, которые, может быть, где-то уже выставлялись, смотрятся именно в стенах вернисажа, и как это, ну, обжить это пространство, как этот вид из окна на кафедральный собор, на рижскую осень будет соотноситься и разговаривать с художественными работами. Это первый фактор. А второй, конечно, хотелось быть более доступным. Я просто надеюсь, что спешащие рижане и немногочисленные туристы, которые сейчас есть в Риге, что им просто доступнее, легче будет, проходя мимо, увидеть, что здесь находится, что здесь проходит выставка, и зайти хотя бы на 15 минут. Здесь можно выпить кофе. Помещение большое, просторное. Здесь нет никакого столпотворения. И мы работаем, как и все сейчас, в зелёном режиме, только с масками. Поэтому приглашаю всех. Ещё совсем немного дней осталось. До воскресенья, суббота включительно. Мы работаем, мы открыты. И мы расскажем, покажем, проведём небольшую экскурсию. А время работы выставки с 10 до 18.00 каждый день. Вы сказали, что можно выпить кофе здесь тоже, в общем-то, посидеть, не только прогуляться по залам, но и посидеть в чашечке кофе, как бы просмаковать ощущения, впечатления. Да, мне кажется, что после каждой выставки имеет смысл переварить, может быть, вместе с друзьями поговорить о том, о том, что видели, поделиться впечатлениями. Поэтому у нас есть несколько столиков, где можно посидеть, пообщаться. Сколько примерно работ выставлено в рамках этой ярмарки? Кстати, я не хочу соврать по количеству работ, но поскольку мне несколько раз спрашивали, а сколько художников участвует? Меня всегда смущал этот вопрос, потому что мне казалось, что количественный результат, он же не всегда переходит в качественный. Мне казалось, какая разница, сколько? Ну, много. Но я сегодня утром сочетала, у нас представлено 50 авторов, а работ намного больше. Насколько эти работы из частных коллекций, они или из мастерских художников, из галереи, которые… У нас представлены две частные коллекции. Это коллекция Павла Крутикова, это художники «Север», фактически это уже такая классика, это 60-е, 70-е, 80-е годы. И многие рижане уже видели эту коллекцию, но у него она пополняется, там появились новые работы, и я рада, ну, как бы счастью, быть знакомой и сотрудничать с Павлом Крутиковым, потому что я вижу, что его коллекция, она постоянно развивается и дополняется. И представлены работы сейчас на коллекции, это графика 20-х годов Плуциса, которая тоже давно не выставлялась, но минимум лет 20 уже эти работы не выставлялись, и поэтому имеет смысл прийти и посмотреть на них. То есть здесь получается такое сочетание, с одной стороны, это и уже классическое искусство латвийское, и какие-то новые имена, новые работы. А мне кажется, что это самое интересное, что возможность, ну, возможность компоновать выставку, экспозицию, когда рядом с работами, ну, как бы, начинающих таких, как бы, вот звёздочек, как Улфур, Калсовна, Леона, Гура, работы классиков. Это и большой вызов для самих художников, как бы, ну, не часто же может быть такая удача повисеть на соседней стенке с Густавом Плуцисом или с джемом из клума. А вот на Артриге есть такое. И мне кажется, что это как раз вот эта смесь, немножко такой вавилон. Меня часто спрашивают, вот, а по какому принципу вы отбираете авторов, и как вы формируете это композицию, ну, выставочное пространство. И, ну, для меня это главное, чтобы картина говорила с картиной, или там, ну, чтобы между этими работами, вы не просто висели рядом, а чтобы возникал диалог. И возникало какое-то между двумя работами, которые вы, возможно, сложив их вместе, возникало что-то третье. Какая-то новая идея, какое-то вдруг неожиданное восприятие действительности. Ну вот, кстати, говоря про восприятие действительности, из фотографий, которые сопровождают Рига Артфейр, меня очень поразила фотография, где в кадре и окно, и картина, и вот вид на Христорождественский собор, и картина, напоминающая вот старорусские иконы. И их сочетание в одном кадре фотографическом тоже какое-то рождает удивительное чувство. Вот Христорождественский собор в такой уже в осеннем убранстве листьев пожелтевших, и вот такие же желтые какие-то, такие вот коричневые краски, картины. Я с вами согласна. В этом и есть волшебство выставок, что скульптура старой Марты Сколмы, она вдруг стояла в доме Джеммы Сколмы в Межапарке, а сейчас она благодаря Артуру Димитерсу она вдруг переехала, и волшебным образом эта женщина смотрит теперь на Христорождественский собор. Вот это вот сочетание для меня, это и есть волшебство, это и есть ради чего нужно делать выставки. Что, вот, каким образом люди, которые, например, собираются собирать искусство в их планы, вот кто им может посоветовать, с чего начать собирание коллекции? Здесь есть ли какие-то, ну вот, не знаю, консультанты, которые бы могли помочь и объяснить вот в каких интерьерах будут смотреться те или иные произведения? Ну, наверное, все-таки более ценные те коллекции, у которых есть определенная, ну, какая-то узкая направленность. Многие в Латвии, ну, традиционно собирают латвийское искусство, это 20-е, 30-е, 50-е годы, и, ну, есть прекраснейшие коллекции частные этого периода. Есть коллекционеры, которые, как бы, покупают, ну, просто то, что нравится и то, что доступно по цене, и потом эти коллекции разрастаются, но в какой-то момент возникает желание их очистить от лишнего и сформировать более стройную коллекцию. Но мой, как бы, совет по этому поводу, ну, поскольку я во многом представляю современное искусство, я предлагаю покупать современных авторов, которые достаточно недорогие и у которых есть профессиональное образование, потому что покупая эти работы, здесь, как бы, ясно, что их не нашли, не купили где-то, в каком-то месте купили, конкретно у галереи или конкретно у автора, и понятное происхождение этой работы. И лет, там, через 20, через 30, когда сам коллекционер уже достигнет сетых волос, он может с уверенностью эту коллекцию для нас, современного искусства, передать своим детям и внукам как наследие, как память о том, что происходило в его время. В чём роль, вот, как раз-таки, галереев, галеристов? Почему не может сам художник напрямую работать с клиентами, ну, как раньше, вот, не знаю, в стародавние времена было, напрямую работать с клиентами, с заказчиками, продавая им картины? Вот почему появляется вот какое-то такое промежуточное звено? Я бы сказала, что это звено, оно такое архиважное, очень важное, потому что, ну, достаточно трудно объяснить очень много, всё, что связано с выставочной деятельностью, всё, что связано с отбором, с формированием выставки, вообще, ну, как бы, с тем направлением, в котором художнику, может быть, следует развиваться, это отдельный огромный труд. И не всегда даже у художника есть возможность и желание этим заниматься. ну, я знаю много абсолютно замечательных авторов, которых имеет смысл продвигать дальше, и не говоря о том, что их работы очень ценные, и, как бы, ну, могут быть успешны в коммерческом смысле, но у этих авторов просто нет возможности самим заниматься продвижением своих работ, поэтому мы, как галерея, этим занимаемся. Хотя есть, ну, в данный момент интернет и неограниченные возможности интернета, и можно, конечно, есть разные варианты. Ну, в любом случае, конечно, в интернете не увидишь того, что можно посмотреть на седьмой уже международной ярмарке искусства Рига Art Fair 2001, галерея Вернисаж, как раз-таки в самом центре города, только до 16-го числа, то есть буквально осталось несколько дней для того, чтобы успеть посетить с 10 до 18 часов время работы, в субботу включительно. Спасибо большое, Галина Максимова, организатор этого мероприятия, этой ярмарки. С нами была на прямой связи. Удачного дня, хороших посетителей, увлекательных, увлеченных искусством людей, которые придут на вашу ярмарку. Спасибо и до свидания, успехов. До свидания. Огромное спасибо радио, что была возможность рассказать о ярмарке. Спасибо. Радио Болтком.